Приветствую вас и довольно неоднозначный получился у вас вопрос, который, конечно, достаточно легко истолковать определенным образом, как это сделали мои коллеги. Ну, то есть, вот, очень легко, например, рассказать вам о том, что вы действительно зависимый, что вы там действительно думаете только о себе и что совершенно не думаете о молодом человеке, что вы снимаете в себе ответственность в отношениях с ним и что вы, в общем-то, говорите о том, что вы ссоритесь, хотя в действительности это ссоритесь вы, а он как бы просто идет к своей цели. Вот, все это довольно-таки очень просто. Просто вам это сказать и просто, на мой взгляд, повысить вот на вас некий такой ярлык зависимого человека, который, ну, собственно, моментально обесценивает какие-то некие идеи, которые вы продвигаете в своей позиции. И мне кажется же, что это несправедливо уже к вам. Кроме того, до стороны молодого человека, на мой взгляд, тоже не все так гладко, как, казалось бы, на первый взгляд. Ну, связано это во многом, наверное, с тем, я сейчас на ответы экспертов своих коллег говорю, связано это, наверное, с тем, что психологи работают вот со мной, с самими людьми, то есть, я могу работать с вами, но не могу работать с вашим молодым человеком, это было бы неправильно, неэтично и, в общем-то, обозначало, по сути дела, гадание, а гаданием мы не занимаемся. Вот. Значит, в чем состоит ваша история? Ваша история состоит в том, что вы познакомились с молодым человеком, и он, этот молодой человек, воспитывался без родителей, значит, как вы здесь пишете, он воспитывался родителями отца. Но, спустя месяц, его родственница, то есть, вот, седра погибшей матери, решила переехать на границу. С ней все это время жила ее мать, его бабушка. Ее возраст на данный момент 89 лет. Здесь я бы хотел у вас сразу уточнить один момент, а именно, вы говорите о том, что, значит, его воспитывали родители отца, а сестра его погибшей матери, значит, с которой жила, ее бабушка. Вот бабушка, это кто? Этому молодому человеку. Бабушка, это та, кто воспитывал его, или нет? Я понимаю, что, скорее всего, нет, но уточнение сделать я все-таки обязан, потому что это, на самом деле, очень важно. Вот. вот, значит, смотрите, бабушке в 89 лет с собой за границу, она взялись в бабушку сразу не смогла, и молодой человек предложил какое-то время пожить этой бабушке у него, а потом усея перевезти ее за границу. И вот здесь сразу возникает такой очень интересный момент. Молодой человек, будучи, будучи, ну, сколько вот вам лет? 91-го года, значит, где-то вам по 26, где-то примерно так, 26-25, вот. Молодой человек предлагает старой женщине пожить у себя. Когда у него есть вы, ну, вроде как, у него есть вы, с которой он мог бы, в общем-то, жить, и жить довольно хорошо. Но он предлагает именно бабушке пожить у него в квартире. Это уже, по меньшей мере, поведение не совсем типичное. Потому что молодые люди обычно так не поступают. Они не предлагают бабушкам, тем более, сестра погибшей матери, то есть там бабушка, как я понял, если это не та бабушка, которая ее воспитывала, он не общался, значит, получается, что они не были близки. И вот он предлагает ей пожить у себя. Ну, либо здесь все не очень правда, то есть действительно это не он предложил, а на него надавили, чтобы он пригласил, либо умело сыграли здесь на его чувство вины, чувство вины, виноват. То есть, что он виноват перед бабушкой, за что? За что, конечно, не понятно. Вот. То есть ситуация складывается вот примерно таким образом, что мутно, что он предложил ей сам поспорить, так же как мутно то, что сестра, то есть дочь бабушки не смогла сразу взять ее за границу. Вот. Это довольно-таки неоднозначный факт, и непонятно, почему вы верите молодому человеку о том, что он предложил ей какое-то время пожить у него, чем он руководствовался. Вот. И какие на тот момент у вас были с ним отношения, тоже довольно важный момент, потому что от степени близости вас можно тоже отталкиваться и как бы делать какие-то выводы. То есть, если вы уже были близки, если вы могли назвать себя парой, если у вас был секс, например, или если вы уже достаточно близки были, чтобы целоваться, обниматься и прочее, то в таком случае да, поведение молодого человека странное и, скорее всего, оно не было волевым, то есть, не было его решением. Но если вы не были близки, то поведение его, в принципе, более, так сказать, естественное, это уже можно назвать выбором. Хотя даже в этом случае выбором это довольно странный, но не характерный. С другой стороны, нельзя забывать, что молодого человека воспитывали родители отца, и воспитали они его по своему образу и подобию. А образы подобия родителей отца это определенные ценности, которые, ну, например, предполагают, подразумевают уважительное отношение к старшим, заботу о них и так далее. то есть это может быть некие такие уже архаичные ориентиры и установки, которые игнорируют с собой некоторые институты помощи престарелых людям, которые есть сейчас. И вот это вам нужно понимать, что у вас молодой человек не совсем парень 25 или 6 лет это человек который воспитан старыми людьми. Более старыми людьми. Людьми даже не прошлого поколения, как вот обычно родители бывают, а поза прошлого. А поза прошлого поколения это в сердце поколения совсем других ценностей и вот это может отганывать очень большое влияние на вашего молодого человека. Кроме того, не стоит забывать о том, что в детстве его родители погибли и мальчик в силу того, что мальчик, я имею в виду момент смерти родителей, в силу того, что он был ребенком, мог подумать, что они погибли из-за него и обвинять в этом себя, причем неосознанно. И таким образом через бабочку он пытается оккупировать и реализовать свое чувство вины. И это очень хорошо бы объяснило его фанатичное желание и жертвенность, потому что ну как бы сильно не хотел помочь человеку, но жертва это всегда плохо, жертва это всегда означает личную заинтересованность человеку, то есть он помогает ей не для нее, потому что вполне возможно, что он не может оказать ей того ухода, который ей бы оказали, например, в доме престарелок или профессиональные няньки или гувернантки, вот, и это говорит о личной заинтересованности человека, а личная заинтересованность человека, то есть его собственные мотивы не всегда могут осознаваться, не всегда могут иметь четкое представление в сознании, и соответственно из-за этого, из-за этого, вы и не можете ничего своему молодому человеку предложить, то есть вы ему предлагаете, он отказывается, потому что для него это средство оккупировать свое чувство вины перед родителями или, я не знаю, перед теми, кто его воспитал, но вот очень походится им движет чувство вины, и чувство вины ему нужно прорабатывать самому, если он его осознает, а вот если нет, то, к сожалению, вам придется только принять его выбор и все, и без действий вам ничего не поделать. Далее, ну, далее вы пишите о том, что, в общем-то, что вы говорили, вы найдете стерку, подалдет нормально работает, но он не торопится, говорит, в нашем городе найти подходящую сиделку не так просто, но он ее, судя по всему, и не ищет, значит, ему это не нужно, и опять же, это не совсем нормальное поведение, что если человек увольняется с работы, чтобы сидеть с ней, ну, это, это поведение довольно-таки подчиненное определенному мотиву, подчиненное определяющему мотиву, если определяющий мотив скорее всего тот, о котором я вам говорил. Значит, он сам похож на зомби, она не спит ни ночами, ни днями, мучает сама и мучает его, но он упорно претерывает цель поставить 90-летнюю бабочку после трех скультов на ноги, жертву с собой и, соответственно, на отношениях. Здесь вот вам нужно понять, что молодой человек хочет что-то самому себе доказать и самому себе что-то сделать для себя. То есть объективно, конечно, вот он упорно преследует цель поставить на ноги бабочку 90-летнюю, это не цель поставить бабушку на ноги, это цель доказать что-то себе. И правда заключается в том, что молодой человек наградится в этом очень сильно. И этот определяющий массив, возможно, даже навязчивая идея, она у него присутствует. И вам эта навязчивая идея его вам обоим как праве будет только вредить к людям. Да, он жертвует вашими отношениями, но он делает это скорее всего сознательно. на меня ни времени ни сил у него нет, я предлагаю альтернативу наше свидетелка, либо оформить ее в специализированное учреждение, дабы спасти положение, без успешного. Самой же в этой бабушке есть трое взрослых обеспеченных детей, правда все они за границей, судя по всему им нет дела до своей взиматики. вот здесь мы с вами потихонечку так переходим к вам любовь и я могу вам здесь сказать, вот смотрите, что-то такая, у бабушки есть трое обеспеченных детей, они за границей и мне дело до своей матери, за нее бросит. Вы предлагаете по сути делающему молодому человеку тоже свою бабушку бросить, да, и оформить ее сиделку или специализированное учреждение, но понятно, что это, скорее всего, бабушкой и молодым человеком будет расценено именно так, что он ей бросил. Скажите, пожалуйста, любовь, каково ваше отношение к тому, что у бабушки есть трое взрослых детей, которым на собственно на нее плевать? Вот подумайте об этом. Пожалуйста, пожалуйста. Как вы сами это воспринимаете? Считаете ли это вы правильным или нет? Если да, то в какой градации? Если нет, то опять же в какой градации? Я понимаю, что как бы рабочиться у человека нужно, не нужно жертвовать с собой, я об этом вам говорил, но ваша позиция, она нуждается, скажем так, в большей четкости, потому что пока я вижу вас противоречие. С одной стороны, вы говорите, что молодой человек все для нее делает, он с ней постоянно, он жестовывает собой и вашими отношениями ради бабочки, но с другой стороны, у бабочки есть родители, которые ее бросили, и вы предлагаете молодому человеку под сделать то же самое, да, может быть в более мягкой форме, но то же самое. Так вот, я вам и говорю, любовь, вы определитесь, пожалуйста, с тем, какая у вас позиция по отношению к этому, это очень всегда тяжелый моральный выбор, как относиться к старому человеку, престарелому человеку, которому уже 90 лет, и который больной. Это всегда очень серьезный моральный выбор, большой моральный выбор. И с этим нужно как-то жить. Этот выбор нужно в первую очередь сделать вам, молодой человек, а свой выбор, каким бы он плохим и неестественным не было, он его сделал. А сделали ли вы свой выбор? Вот в чем вопрос. Потому что если и когда вы свой выбор сделаете, если и когда вы его осуществите, с ним определитесь, вы сможете выстраивать свою позицию достаточно четко. И эта позиция может быть поможет вам перестать ссориться со своим молодым человеком, потому что ссоры опять же ни к чему не приведут. Приводить ее до границы он не может допустить, вдруг она не выдержит, но просто он добивает на свою жизнь, на здоровье ради 90-летней это видимо нормально для него. Но опять же, это нормально для него и это его выбор. И вам любовь здесь, я солидарен, скажите, не нужно его выбор принять, особенно если вы его любите. Каждый день ссоримся по телефону на одной почве, про это я тоже говорил, что не вы оба ссоритесь, а вы любовь ссоритесь. Вопрос заключается в том, что вам нужно взять ответственность за свою часть этих самых ссор и перестать это делать. Что вам мешает принять его выбор и что вам мешает перестать ссориться большой вопрос. Он поглощен безумной заботой о безнадежной больной от себя своих целей. Опять же, это его выбор. Я не могу спокойно наблюдать за тем, как он добровольно любит свою жизнь. Почему вы не можете добровольно наблюдать? Ведь он добровольно это делает, как вы говорите. Так почему вы не можете предпринять его выбор? К чему такое рвение? К ему должен быть определенный предел. Но опять же, по вашему мнению, это то, как считаете вы. А он считается по-другому. И если вы его любите, если вы считаете его адекватным, зрелым нужно принять. И к тому же я чувствую себя одинокой и ненужной. Ну, это, пожалуй, основной мотив, основная проблема, по которой вы пишете нам. То есть вы себя чувствуете одинокой и ненужной, и из-за этого вы пытаетесь у психологов спросить о том, как же вам своего молодого человека образумите. Но проблема заключается в том, что получается так, что молодой человек нужен вам, чтобы не чувствовать себя одинокой и ненужной. То есть вы от него зависите. И вот правда здесь заключается в том, поймите меня, пожалуйста, правда здесь заключается в том, что вам нельзя быть зависимой от него. Потому что это не есть хорошо. Потому что любая зависимость по своей природе, это очень плохо, любая зависимость не делает вас свободной. И любая зависимость заставляет вас по сути дела страдать, если человек не выполняет какие-то ожидаемые вами скажем действия и так далее. Это не есть хорошо. Это не есть правильно. Это вам только вредит. И вот поэтому пожалуйста подумайте, почему вы чувствуете себя одинокой и ненужной? Почему у вас чувство одиночества? Почему вы не можете находиться наедине например с собой? Почему вы чувствуете себя ненужной? А как же вы жили до молодого человека? Как же вы были без него когда вы шили довольно приличное количество времени почти четверть века вы жили без молодого человека? И что у вас было тогда? Откуда взялось чувство одиночества и не нужно вот об этом вам нужно подумать понимаете вы не свободны в своем поведении так же как он возможно не свободен в своем и если он этого не осознает то вы я боюсь не осознаете так же по той причине что по той причине что вы пытаетесь вы переделать и поменять его а не пытаетесь лично расти самостоятельно в этом и заключается на мой взгляд ваш основной беда потому что вы не являетесь собой в этой ситуации и вам молодой человек по сути нужен для того чтобы купировать вот свои неприятные ощущения без него ну понимаете молодой человек в данном случае выступает действительно как средство это не хорошо это не правильно и вам нужно опять же с точки точки зрения психологии вам нужно личностно расти развиваться становиться более зрелой личностью чтобы не зависеть от человека ну вот таким образом потому что все таки какой бы выбор это не было еще раз повторяю это выбор его его и он справит этот выбор делать а вот то что вы чувствуете себя одиноко и не нужно это уже ваша и первая проблема в том что вы не принимаете себя такой какая вы есть это второе это то что вы испытываете проблемы с нужностью то есть вот просто сами по себе нужной вы быть не можете вам обязательно быть нужной кому-то это значит что вы недостаточно ценностно относитесь к себе недостаточно любите себя не доверяете себя и у вас есть определенные внутренние проблемы и отсюда возникает ситуация когда вы по сути проектируете свои проблемы на молодого человека которому сейчас и так тяжело что мне делать печатевые ну сначала работать с психологом самостоятельно над чувством одиночества и ненужности одиночество это невозможность находиться наедине с собой одиночество это отсутствие самодостаточности одиночество это неуверенность в себе и страх а ненужность это отсутствие ценностного отношения к себе и по сути дела недостаточное видение своих плюсов своих настройств по умолчанию любовь убедить его убедить его у вас не получится вы можете только сделать одно вы можете вывести его из зоны комфорта то есть сказать ему что ты знаешь ты можешь делать что хочешь это твой выбор твое право я буду делать то что я хотел и я не собираюсь ждать тебя вечно я не собираюсь из-за тебя страдать и если ты как хочешь я не знаю тебе счастье а я ухожу и вот тем самым вы как бы выводите человека из зоны комфорта показываете ему что он может вас потерять и смотрите на его реакцию если он пытается вас вернуть значит он вам не дорогит значит какая-то перспектива ваших отношений а если же если же он ничего не делал значит вы ему не были никогда по-настоящему дороги или его чувства к вам вытеснили другие чувства о которых я уже вам сказал то есть убеждать его словами смысла никакого нет мужчины понимают только поступки только действия и соответственно именно действия вам и могут вам помочь далее вы пишите что с ним поступать несправедливо здесь я могу вам сказать что жизнь вообще несправедливая штука и вам нужно думать о справедливости по отношению к себе вот вы например тоже поступать несправедливо проецируя свои проблемы свои ощущения одиночества и ненужности на него это тоже несправедливо но почему-то вы подобное не считаете таковым наверное так а почему-то тогда вы не допускаете что с ним поступать несправедливо я думаю что вам нужно все-таки определиться с тем что справедливо для вас и понять что никто не обязан отвечать вашим понятиям о справедливости я думаю что вам необходимо самой себе вот давать ту справедливость которую вы считаете нужным но при этом не дотрагивать друг к другим людей это было бы как раз таки справедливо далее вы говорите что его дети живут себе радостной жизни а он вообще жалко это ситуация опять же это с вашей точки зрения но с точки зрения мужчины он может быть делает единственное правильное в своей жизни вы этого не знаете и выбор его вам нужно уважать понимаете не уважая его выбор ставя под сомнение его выбор вы по сути дела мало того что берете за него ответственность избегая своей собственной ответственности за себя вы берете на себя еще и право оценивать выбор других людей а такого права у вас нет я понимаю почему вы делаете это но весь вопрос в том готовы ли вы посмотреть именно на причину всего этого и работать с этой причиной если да то вам можно и нужно выбирать эксперта на нашем ресурсе и работать с ним уже непосредственно по данным аспектам становясь свободной и недависимой вообще от кого бы то ни было а не только от этого молодого человека и этой ситуации на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались пишите в личку я вам помогу если понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим ну а если у вас появится желание написать дополнение то пожалуйста дайте мне знать об этом в личку я вам с радостью отвечу на это ваше дополнение желаю вам всего доброго и удачи удачу удачу